Здравствуйте! У нас 52-й урок по Мишли, и мы находимся в 7-й главе, 24-е предложение. То есть сегодня наша задача закончить 7-й перик, 7-ю главу. Читаем. Вначале по-русски, потом я буду на иврите разбирать. Теперь, дети, послушайте меня и внимайте словам уст на их. Не уклоняется сердце твое на пути, и не блуждай по стезям ее, потому что многие повергла она умерщвленными, и многочисленны все, кто убит ей. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящие в обилище смерти, в виталище смерти. Теперь начинаю с Мальбима, потом с Гаоном. Шрама Мэллах говорит. «Ваата, сейчас, Баним, сыновья мои, шимули, послушайте меня, выикшиву лэм рэпи, и вникайте в то, что говорят мои уста». Мальбим объясняет так, что вначале, вначале послушайте и поймите смысл того, что мои слова правильны. После этого слушайте, внимайте, я не знаю, как по-русски сказать, внимательно слушайте их, даже если вы не будете понимать смысл того, что я говорю совсем. Когда-то, уже очень давно, когда мы начинали учить первый перик, первую главу, то я обращал внимание, Мальбим, обращал наше внимание на то, что когда Шлома Мэллах обращается к нам, он говорит, что отец, который должен вручать мусару своих детей, он должен начинать с тех вещей, которые очевидны и понятны слушателю, и начинать с какой-нибудь заповеди, типа заповеди убийства, которые более-менее не убийства, а разбой, которые более или менее понятны человеку, что даже человеку, несколько удалённому от Торы, как правило, понятно, хотя это не очевидно, конечно, что не надо обязательно убивать, грабить и разбойничать, что здесь есть какие-то минусы. И после того, как человеку привили эту идею, и она стала им как-то овладевать, после этого надо переходить к более и более тонким, менее и менее непонятным вещам. Поскольку, безусловно, в словах мусара и в словах Торы есть вещи, которые, в принципе, абсолютно непонятны, вещи, которые называются хуким, вещи, которые не поддаются рациональному объяснению, поэтому Шламова Мэллах здесь говорит, что мы с вами учим о том, как Яцаргара, Хемда и Таева призывают человека и ловят его, и она говорит, зайди, и вот сейчас корма, ну, жертвоприношение Шломе мы принесли, надо покушать и так далее. После этого он говорит, что после того, как ты уже увидел, как работает Яцаргара, слушайся мои слова. Те слова, которые вначале будут тебе понятны, ты из них сделаешь вывод, что то, что я говорить буду дальше. Несмотря на то, что это не до конца понятно или абсолютно непонятно, ты уже увидишь истину всех этих слов, и ты должен их воспринимать, даже если они непонятны. Продолжает Шламова Мэллах и говорит, объясняет Мальбим, не склони дороги твоего сердца к ней. Дорога – это дорога рабим. Это дорога, в Мальбим всегда, как только появляется слово «дерих», «орах», «натив», на иврите – это разные слова, на русском они обычно переводятся «дорога» и «путь», я не знаю разницы между этими словами. Мальбим всегда говорит, не уставая, что дорога – это всегда «дерих», «арабим», это дорога, по которой идут многие, широкая дорога. «Натив» – это «натив яйохит», а «натив» – это путь, который относится к единицам, к одному конкретному человеку, и у каждого свой путь, а дорога – одна у всех общая. Чтобы не только то, что ты не должен свернуть своё сердце к её путям, то есть к тем путям, которые широкие, такие вот явно запрещенные пути, а именно лизанот и ма, ты не должен заниматься с ней прелюбодеянием, но даже не сходи на маленькие дорожки, которые идут в её сторону, что ты не должен склоняться идти маленькими путями, её путями. Потому что, что, например, имеется в виду? Ты не должен с ней разговаривать и смотреть на неё. Если мы сейчас будем говорить о прямом смысле «пасука», речь идёт о «эйша» за «на», женщина-блудница, и кроме запрета на то, что с ней жить нельзя, это большой путь, конкретный такой, есть ещё запреты на то, что с ней нельзя разговаривать и на неё нельзя смотреть. Что может быть? Что человек скажет в своём сердце, что я стопроцентно знаю, что я не согрешу, и я посмотрю, получу испытания, мне захочется согрешить, и я удержусь и получу награду за то, что я в последний момент удержался. И об этом сказано «Низоль, опитха, дезанот, веников, иецрован, икобыль, агро». Это гемора в трактате, не помню, в каком трактате, можно ли вам цитировать, не помню, где написано, в каком асекте это гемора, что двое амара им обсуждали, как им лучше пройти, пройти по более длинному пути или по более короткому пути, и более короткий путь лежал мимо Бейдзнута, мимо публичного дома. И один из них сказал другому, что пойдём по длинному пути, а второй сказал, нет, пойдём по короткому пути, пройдём, справимся со своей цитргорой и получим за это награду. Это называется «Нитив Катан», маленький путь, который идёт мимо неё. И это тоже запрещено. То есть это не строго запрещенная вещь, но она также запрещена, потому что любая вэра всегда начинается с чуть-чуть. Окей, я хочу, наверное, ещё одно предложение, а потом вернуться к голове. Нет, ещё два, наверное. Кирабим халалим, епила ваацумим кольга ругейга. Почему надо так аккуратно быть и не приближаться к Ецархаре, к кише за не, даже с целью просто пройти мимо, получить награду? Вроде бы как идея очень правильная. Человек, который более или менее в себе уверен, и он может пройти мимо неё, получить какой-то приказ от Ецархары, справиться с Ецархарой. И понятно, что если он преодолел свой Ецар, то он получит за это награду. Почему это так плохо и не надо так делать? Говорит Шломамеллах, потому что многих она превратила в трупы, и она опрокинула, уронила ваацумим кольга ругейга, и были очень сильны те, кого она убила. Говорит Марбин, сейчас объясняется, что человек не должен склоняться к её дорогам большим, потому что на этих больших путях много трупов, которые она умертвила, потому что человек не должен быть уверен никогда в своём циткусе, в своей праведности, что он никогда не придёт к Авере и не должен идти на её даже маленькие пути, которые ведут к ней, потому что много сильные были те, кого она убила, то есть люди, которые были убиты ей, они были очень здоровыми и сильными в Торе и Верат-Шамаем. Сила здесь не имеется в виду, что они поднимали 16-килограммовую гирю 15 раз. Речь идёт о том, что они были сильны в Торе и Верат-Шамаем, в боязни Всевышнего, и тем не менее они не смогли выстоять в Несаёне в испытании, которое посылает им её циргара. Поэтому «Лоти кареф алейхе клаль» «Не надо к ней приближаться вообще», как сказано выше, «Альти кареф лепетых байта» «Не надо приближаться к входу в её дом». Продолжает слово Мелохи говорит «Пути в Гейном ведут в её дом, и спускаются они в обиталище». Я никак не мог понять, как лучше перевести. Хедер – это вообще комната, в комнаты смерти. И объясняет Мальбим, что имеется в виду. Потому что её пути ведут в Гейном, и это и есть её дом. Шауль Гуабор. Гейном – это бор, колодец. Он очень глубокий, и нарисовано, что он упадёт, человек упадёт в этот колодец, ещё до того, как он умрёт. Имеется в виду. Человек, который идёт даже мимо её дома, он и же идёт по дороге в Гейном, и он попадёт в этот глубокий колодец. И нарисовано нам таким образом, что комнаты, которые есть, это глубокие комнаты внутри Гейнома, и там сидит смерть. И человек, который приходит в Шауль, оттуда он попадает в эти места смерти. То есть человек, который начинает с того, что он проходит мимо дома, не имея в Каване, имея в Навернине победить свою Цергору, поскольку он уже попался в её лапы, и он уже начал входить в испытания, то он приходит к Авере, к преступлению. До того, как мы начнём разбирать Гаона на этот пасук, существует такая молитва, которой мы молимся каждый шахрис, тех, кто молится её, что мы просим Всевышнего, и Рацон, благословление, чтобы ты нас не привёл ни к ни сайону, ни к безайону, ни к испытанию, ни... Как безайон перевести? К позору. Ни к позору. Чтобы ты нас не привёл ни к позору, ни к испытанию. С другой стороны, человек, который прошёл испытание, он всегда, пройдя это испытание, возвеличивается, он становится выше в Торе, в Вирад Шамаем и так далее, в боязни Всевышнего, и, тем не менее, он просит не приводить его к испытанию. Почему это надо делать? Почему мы просим об этом Всевышнего, зная, что мы тем самым теряем какие-то бонусы, которые могли бы приобрести? Это связано с тем, что человек, который уверен в себе, настолько уверен, что он может выдержать испытания, это медат Гаева, это мера гордыни. В принципе, человек не может справиться со своей яцаргарой. Яцаргара – ангел, он сильнее, чем мы. И единственное лекарство, которое есть против яцаргары – это Тора. И это Тора предписывает человеку не вступать в Нисайон и отодвигаться от яцаргары, поскольку если человек решается на Нисайон добровольно, на испытание, в которое он попадает, то, как правило, это приводит к не самым лучшим результатам. Не то, что у него нет шансов выдержать этого испытания, но эти шансы как-то несколько стремятся к нулю. Примером этого обычно приводится стандартный пример из Танаха – Давида Мелов. Царь Давид. Давида Мелов понимал свой уровень и понимал, что Мелов Машех, Царь Машех происходит от него, и понимал, что Медат Малхус, Мера Царства Всевышнего, раскрыта в мире именно через него. И, наверное, понимал то, что сегодня, смысл сегодняшней песни, которую обычно наши певцы, которые ее поют, абсолютно не понимают. Давид Мелов Исраилева, Хайва Каям. Давид Царь Израиля жив и существует. И он понимал, что уровень его, Давида, он достаточно высокий. Дело в том, что обычно принято считать, что скромность человека – это когда человек не отдает отчета о том, что он выше какого-то другого человека и не понимает своего уровня и считает себя ничем. Это неверно. Скромность Маше Робейну прекрасно понимал свой уровень, прекрасно понимал, что Тора дана через него всему Амисраилю и что он должен управлять Амисраилем, что он должен быть царем. Давид Мелов тоже это понимал. Скромность их заключалась в том, что они не отдавали дань себе в качестве людей, которые заслужили это, а считали, что вот так Всевышний решил, выбрал, это воля Творца, а я, что я такое? Я ничего. Маше Робейн и Арон говорили про себя, анахнума, что мы такое? Мы вообще ничего, мы полупроводник. Всевышний захотел и сделал. Наших заслуг здесь абсолютно нету. Это скромность, но скромность это когда человек, никогда человек говорит, что я мог бы учиться, потому что у меня хватает головы для того, чтобы учиться, но я учиться не буду, потому что я скромный человек, и я не буду думать, что я умею учить Тору, например. Это не скромность, это глупость, это другое качество, тоже бывает. Но скромность, когда человек не оценивает того добро, которое ему дано, как свои заслухи, а как заслуги Всевышнего. И вот Давид Амеллах, я просто для чего это рассказываю, чтобы подчеркнуть, что то, что я сейчас скажу, не является признаком того, что у царя Давида не хватало качества, которое называется скромность. Нет, у него с этим было всё в порядке. Давид Амеллах обращается к Всевышнему и говорит, почему в молитвах говорят «Элаке Авраам», «Элаке Ицхак», «Элаке Аков», «Бог Авраама», «Бог Ицхака», «Бог Иакова» и не говорят «Бог Давида». На первый взгляд это звучит, мягко говоря, не скромно, но Давид Амеллах знал, что существует четыре колеса, которые есть у телеги, у колесницы, и колесница Всевышнего, четыре колеса – это Авраам Ицхак и Аков и Давид. Четвёртое колесо – колесо, которое называется Малхус, царство, царство Всевышнего на земле, олицетворено и раскрыто через царство Машеха и царство Давида. Поэтому Давид Амеллах, понимая, что от него происходит и он, это и есть четвёртое колесо, через которое движется колесница Всевышнего, он задаёт вопрос, я не буду сейчас объяснять, что такое колесница Всевышнего, он задаёт вопрос Всевышнего, что если так, то почему говорится «Элаке Авраам», «Элаке Ицхак», «Элаке Аков» и не говорится «Элаке Давид». Отвечает Всевышний, потому что Авраам, Ицхак и Аков пережили испытания, я их испытал и проверил, тебя я не испытывал. Давид Амеллах говорит, так испытай меня, чтобы я тоже был на уровне Авраама, Ицхак и Акова, и чтобы вышел на этот уровень. Всевышний говорит, Авраам, Ицхак и Аков не просили об испытании и не знали, когда я буду и чем я буду их испытывать. Ты просишь об испытаниях, чего делать нельзя, ты полагаешься на то, что твоя праведность, Давид Амеллах был стопроцентным праведником, её достаточно для того, чтобы устоять в любом испытании, но в отличие от Авраама, Ицхак и Акова, я сообщу тебе, каким испытанием я собираюсь тебя испытывать. Они не знали, что будет испытание и не знали, что я буду испытывать. Ты будешь знать, в чем состоит твое испытание и посмотрим, как ты его выдержишь. И он ему говорит, что испытание, которое ты получишь, это испытание с запрещенными связями. Давид Амеллах испугался этих слов Всевышнего, то есть, в принципе, это что-то типа ишазана, понятно, запрещенные связи. Женщина-блудница. Понятно, что это не блудница, но тем не менее. И Давид Амеллах испугался этого и говорит Гемора, что он превратил дни в ночи, то есть, он целыми днями и ночами занимался супружеской близостью со своими женами, для того, чтобы у него просто не было силы физически совершить авейру. Говорит Гемора, что у него забылась Галаха, от страха перед испытанием он забыл Галаху, и в результате он привел ровно к обратному. Его эцергора усилилась, а не уменьшилась от этого. И проходит какое-то время, и Давид Амеллах попадает в это испытание, причем он сам, естественно, не понял, что он уже находится в этом испытании. Произошло это таким образом. Давид Амеллах находился... Его распорядок ночной жизни был такой. Обычно, по словам «ночная жизнь» потребляются рестораны и кабаки. Давид Амеллах не ходил по ресторанам по ночам, он проводил ночи немножко иначе. А именно, у него висела арфа, кенор, я знаю, что это такое, скрипка арфа, никто точно не знает, что это за инструмент, который был у Давида Амеллаха, который висел у него над кроватью. Ровно в полночь дул северный ветер, и арфа, кенор работал как будильник. Какая-то из их струн звенела, Давид Амеллах просыпался, он никогда не спал больше, чем шишим нашамот, 60 дыханий, для того, чтобы не почувствовать вкус смерти, потому что сон во время сна человек ощущает, это 1,6 смерти, поэтому Давид Амеллах спал, всегда просыпался посередине несколько раз, для того, чтобы никогда не спать подряд определенное количество времени, чтобы этот вкус он не почувствовал. И вот Давид Амеллах просыпался, шел на крышу своего дворца с этим кенором, и там занимался, сочинял дгилем, пел дгилем, говорил псалмы и так далее. До определенного времени, после чего он начинал учить Тору, там же на крыше дома начинал учить Тору. Давид Амеллах, понятно, что это был воин, кроме того, что он был Тон Митхохом, знаток Тора и так далее, и он был серьезный, очень вояк, я не знаю, как это сказать, очень меткий стрелок из лука, хорошо на мечах сражался и так далее. И когда он был на крыше дома, он увидел птицу, которая летит, и решил подстрелить птицу. Давид Амеллах стрелял настолько метко, что он не просто мог подстрелить птицу в полете из лука, это я тоже не очень понимаю, как можно сделать, но это я так представляю, Рубин Гуд тоже умел это делать, я читал. Но Давид Амеллах умел несколько больше. Он мог выстрелить специально заточенной стрелой таким образом, чтобы стрела, пролетев, перерезала горло, соблюдая все пять законов шхиты, которые существуют так, чтобы птица была кошерно зарезана. И вот Давид Амеллах стреляет в эту птицу и промахивается. Вместо этого он попадает в окно соседнего дома, разбивает стекло своей стрелой, и видит женщину, Батшеву, которая выходит из Миквы, окунувшись в Микву, в раздетом виде. И Ецергора Давида Амеллаха была настолько сильной, что он приказывает привезти ему Батшеву, и это та Авейра или не Авейра, Гемора говорит, что тот, кто говорит, что Давид Амеллах с Батшевой согрешил, эй, нейла, тоэ, он ошибается, проблемы эшетыш замужней женщины там не было, сейчас мы, может быть, в двух словах обсудим, почему. Но, тем не менее, безусловно, что Давид Амеллах сделал неправильно. Рассуждения его были очень простые. Он понимал, что за последние много-много лет он ни разу не был такого, чтобы он выстрелил из лука и промахнулся. Ещё не просто промахнулся, а попал в окно, и не просто в окно, в окно Миквы, и не просто в окно Миквы, а в ту минуту, когда Батшева выходит из Миквы. Он понял, что это Милыш Амаем, что Батшева предназначил ему с небеса, надо сказать, он не ошибся, Зогар говорит, что Батшева предназначила была Давида Амеллаху с шести дней творения. С самого начала, по плану творения мира, Давид Амеллах должен был жениться на Батшеве, но должно было это произойти не тем способом, который выбрал Давид Амеллах. И вот Давид Амеллах приказывает привезти ему Батшеву и живёт с ней. В чём здесь такой фокус заключается? Она была замужем за Ури. Но дедушка Батшева, его звали Ахитополь. Это человек, который ответственным был. Он был Рош Сангедрен, председателем Верховного суда. И одна из его работ заключалась в том, что каждый раз, когда была война Давида Амеллаха, то вся армия, которая выходила на войну, он был ответственный за то, чтобы все солдаты и офицеры этой армии перед тем, как уходят на войну, развели своих жён. Сейчас я не буду входить в детали, есть Махлокис, споры Раши и Рабейна Тамма, как именно происходился этот развод, но этот развод производился для того, чтобы если солдат был пропавший с безвести или убитый, но нет свидетелей его смерти, чтобы его вдова могла выходить замуж. То есть, если через какое-то время он не приходил, то было известно, что он, скорее всего, погиб. Но, скорее всего, операция была невозможна. Если проходило какое-то энное, довольно большое количество времени, то в этой ситуации было понятно, что ей можно выходить замуж, что она уже не замужем. И сделано это было у Давида Мелоха в армии, для того, чтобы не было огнот женщин, которые не могут выйти замуж, потому что непонятно, она замужняя женщина или незамужняя женщина. Я знал одну женщину, она уже, понятно, умерла. Когда я её знал, она была не первой молодости, мягко говоря, но, тем не менее, она вышла замуж за две недели до начала Второй мировой войны, Великой Отечественной, наверное, в Советском Союзе. За две недели, две недели она была замужем, 22 июня её мужа взяли в армию, и он оттуда не вернулся, она получила похоронку, но поскольку похоронка – это не один свидетель, это письмо, которое недостаточно для того, чтобы что-то разрешить, и она до конца своих дней, 90 с чем-то лет ей было, когда она умерла, она не могла выйти замуж, поскольку это называется агуна. Она была замужем всего две недели. Чтобы подобных историй не повторялось, понятно, что не повторялось, может, я неправильно употреблял слово, это Давида Мелоха был немножко раньше, чем Вторая мировая война. Но чтобы таких историй не было, в армии Давида Мелоха был жёсткий закон, что каждый, ушедший на войну, Бейсдо, Милхэм из Давида Мелоха, должен был писать гет для жены. Ответственной за этот гет был Архитополь, который был дедушка Батшева. Поэтому Давида Мелоха прекрасно знал, что Батшева разведена, и знал, что происходит, поэтому грех, который он согрешил, не был грех замужней женщины. Но тем не менее, поскольку Ури мог вернуться с войны, снова жениться, и они могли жить вместе, то Давида Мелох не имел права этого сделать, а Кодыш Брагу повернул бы историю таким образом, что Батшева всё равно стала была женой Давида, поскольку Ури должен был погибнуть в этой войне в любом случае, но Давида Мелоха этого не знал. И то испытание, которое ему было послано, он в этом испытании споткнулся, и произошло это, одна из причин, которая произошла, это то, что Давида Мелох просил испытания. Нам сказано, что мы не должны просить никаких испытаний. Испытание, которое просил Давид, это не было испытание, чтобы Ецаргараева испытала. Он не просил так вот прямо напрямую. Тем более то, что говорит его сын Шламу Амелох, одновременно на полставки Шламу Амелох работает сыном той самой Батшевы, тоже, о которой им идёт речь, это сын Давида Мелоха и Батшевы. И Шламу Амелох, как объясняет Мальбин, говорит нам, что когда к тебе приходит эта Ишазана и говорит тебе, что первое, что она говорит, это не зайди ко мне прямо, давай займёмся прелюбодеянием, она говорит, пройди мимо дома за нот. И первая работа Ецаргары заключается в том, что человек, мы уже с вами несколько раз обсуждали, будем ещё много раз говорить, что нормальный способ соблазнения, которое применяет Ецаргара, это всё это обратить в Митсву. Первое, что надо сделать, надо придать этому Цуру формы Митсвы. Поэтому, когда у человека возникает вопрос, он говорит сразу же, что я пройду, но не согрешу. Я пройду, но Авейра я не сделал, я пойду по этим путям, для того, чтобы Ецаргара у меня начала работать, но я справлюсь с Ецаргарой. Это, в принципе, называется «Лахнис, это цмо ле Нисайон», ввести себя в Нисайон. И это то, что первое, что происходит, когда работает Ецаргара, и об этом говорит Мальбин, что ты не должен, человек, идти не по её главной дороге, не по её узким тропинкам, которые в результате приведут к тому же самому. Это объяснение того, что происходит в этих трёх-четырёх предложениях, которые даёт Мальбин. Теперь переходим к вильнисскому Гаону. Читаем заново. «Ваатаба нимшимули, а теперь, дети мои, послушайте меня, якшива лам рэпи, и вслушайтесь внимательно в слова моих уст». Я напоминаю, что Мальбин сказал, вначале слушайте, воспринимая и понимая, понимая смысл этого, убедившись, что это истина, после этого вы должны слушать, даже когда вы не понимаете смысла, потому что вы убедились в том, что я говорю правильно, теперь вы можете получить информацию даже без понимания. Да, это путь Мальбина. Гаон Бивильна идёт совершенно по другому пути. Он говорит, «Теперь, сыновья мои, слушайте меня». То есть, «тикаблу ласот». Возьмите это, чтобы делать, и это соответствует сфере, сфере, которая называется хохма. Давид Агро, извиняюсь, идёт по пути того, что он объясняет понятие хохма, бина и даат, и объясняет восприятие, которое человеку приходит сверху от учителя, как хохма, то есть, он должен это принять по традиции. Дальше, «хикшиву лаамрэйпи», «слушайтесь», «внимайте» словам моих уст. Это соответствует понятию бина. Бина – это понятие, которое связано не с восприятием от учителя учеником, но после того, как я получил что-то от своего учителя, я должен вникать во все эти слова, для того, чтобы я понял то, что вытекает из этих слов, не то, что было сказано, а то, что из этого можно вывести путём анализа и вникания, и понимания. Поэтому, говорит Гаван, здесь сказано, «не слушайте, а икшиву». Акшив на современном ибрите то же самое. Это очень внимательное какое-то слушание. Внимательное слушание, как его объясняет Гаон Мивильно, это когда я услышал информацию, я её перевариваю и вывожу из неё новые какие-то примеры. Один момент, есть ли здесь что-то ещё? Ещё есть Гаон Ктаф, даже не в Ктафе, а та ссылка на Гаона в другом месте. Я не буду... Хотя, почему нет? Одну секундочку. В Пятом Переке... Один момент. В Пятом Переке, Мишли, есть такое предложение. «А сейчас, сыновья мои, слушайте меня». Ничего не напоминает. Пока начало дословно наше. «Ва альта суры мием рэйпи». И не уйдите, не склонитесь от того, что было высказано мною словами. Объясняет здесь Гаон Мивильно таким образом. «А сейчас, дети мои, слушайте меня». Слушайте это хохма. То же самое. «Ва альта суры мием рэйпи». И не склонитесь в сторону от того, что сказали мои уста. С самого начала не уходите от высказанных у них уст даже на одно мгновение. То есть, не оставляйте, что... Слиха... 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 Вот та нихуя, да и шазара. Что не дайте возможность этой посторонней женщине Тифа лэс лахэма дэрих кларь. Чтобы она попалась вам на дороге вообще как-нибудь. И ещё. Это первый был Тируц. То есть, не сворачивайте с моих слов, не дайте ей даже встретиться вам на дороге. Второй Тируц. Слушайте меня, примите то, что я сказал, чтобы это делать. Здесь Гаон объясняет, что поскольку понятно, что ши му ли, слушайте меня, которое говорит шлома о мэлах, в переводе на человекообразный язык, это означает, учите Тору. Слушайте меня, как себя вести, для того, чтобы не попасться в руки кишазана, никакого другого патента, кроме изучения Торы нету. Поскольку ишазана, это ецаргора, тайва, хэмда, о которых сейчас будет говорить Гаон, то мы знаем, что Гемора говорит, что о мэрга кодэш-брагу сказал Всевышний, баратия ты царгора, баратия Тора-тавлин. Создал я я царгору, и создал я Тору лекарство для неё, от неё. Поэтому, принимайте мои слова, чтобы слушать, надо перевести таким образом, и это комментарий на вильнюсского Гаона, комментаторы так и переводят, что вы должны проследить, чтобы главная часть изучения Торы была для того, чтобы её делать. То есть, Тору можно учить ради учёбы, и Тору можно учить, чтобы делать, и то, и другое необходимо. Это какая-то часть, из Тора, которую вы учите, она должна быть альмнатла асод, для того, чтобы выполнять то, что говорит Тора. Поэтому сказано «шимули, якшива амрепи», то есть, для того, чтобы выполнить то, о чём я говорю. И не склоняйте в сторону от того, что говорят мои уста, что вы должны постоянно, как можно, не свернуть в сторону от того, что говорит Всевышний, от того, что говорят нам наши мудрецы. Единственный способ, который существует, постоянно повторять то, что они сказали. Это то, что говорится здесь, как говорит Гаон, что вы должны постоянно повторять Деврей Тору, как я уже объяснял, говорит Гаон, в другом месте, но мы сейчас не будем, уже и в третье место лезть, мы не будем. И когда вы примете это, чтобы выполнять, то вы должны знать, что икор лимуд, главная часть лимуда, ради того, чтобы делать. И тогда вы должны опасаться и следить за тем, чтобы постоянно возвращаться к слону Торы, для того, чтобы не забыть ни одного слова. И посредством этого вы не склонитесь, не уйдете в сторону от высказываний, которые мы говорим. Окей, возвращаясь к нашей главе. Здесь Гаон говорит, начало то же самое, как говорит Шламова Меллах, «Сейчас, сыновья мои, слушайте меня». То есть, слушайте для того, чтобы делать то, что сказали, и это хохма. И кшиву, это то, что мифураж не было сказано, вы должны вывести один закон из другого, уподобить один закон другому, научиться учить Тору, бэйюн, для того, чтобы увидеть, чем это похоже на это, и так далее, и вывести новые вещи, которые будут вам помогать работать против Ессер Хары. Грубо говоря, если так, как Мальбин объяснил, что нам не надо проходить мимо входа в дом к Авой Дезори, то я думаю, что об этом не обязательно говорить, но тем не менее, сегодня, когда у нас появилась такая ситуация, как телевизор, кино и так далее, то понятно, что не обязательно куда-то выходить, для того, чтобы добраться до дома Авой Дезори и до дома Заны и так далее, можно вполне привести к себе домой, нажав одну-две кнопки компьютера, телевизора и другое оборудование, которое существует. Поэтому, когда нам... Об этом Шлом Амеллах не говорил, очевидно. Почему Шлом Амеллах об этом не говорил, очень понятно. Потому что в его время не было такого научно-технического прогресса, застоя и так далее, поэтому он говорил о том, что было БХВ, о том, что было в его время. БИНа, это когда мы из слов, которые были сказаны, делаем путём анализа, приходим к тому, что нам надо добавить и так далее. Понятно, о чём я говорю. Окей, следующее предложение. Я думаю, что понятно. Предложение номер 25. Не склони к её путям своё сердце и не пойди её маленькими дорогами. Не сверни на её маленькими дорогами. Как Мальбим объяснил, мы помним, что существует два вида дорог. Большая дорога – это сама Авера, и маленькая дорога – это вести себя в испытание для того, чтобы пройти мимо дома, имея в виду, что Эцергора у меня возгорится, а я сдержусь. Гаон идёт, опять же, по другому пути. Он говорит, не склонись ки даркаши того на Талмитхохам. Каким путём обычно приходит Эцергора к Талмитхохаму, который постоянно учит Лишма. То есть, Мальбим идёт по простому пути. Ишазана – женщина-блудница и так далее. Гаон говорит, что Ишазана – это хемда, таава, нехороший имидот, желание получать удовольствие, стремление к наживе и так далее. Поэтому он говорит, что к Талмитхохаму, который постоянно сидит и учит Тору Лишем Шамаем во имя небес, как приходит Ецергора, она ему говорит так. Лама ешафта музга. Зачем ты сидишь в закрытом помещении один на один с самим собой и учишься в одиночестве? Лех ламат лахэр. Пойди и начни преподавать другим. Ветеханэ гам кентер атехава ламат бехнэй кол ам. Во-первых, твоя Тора от этого только выиграет. Во-вторых, ты будешь преподавать много людей от этого выиграет. Таким образом, понятно, что уровень человека, который начинает выходить и много преподавать, он теряется. Я не говорю, что преподавать не надо, надо знать пропорции. Понятно, что я не сказал, что не надо преподавать, но тем не менее. После этого, после того, как человек выходит и начинает учить Тору Лолишма, а учить Тору для того, чтобы дать урок, чтобы урок этот понравился, чтобы его называли равом, я не знаю для чего. После этого она ему говорит, что уже можно начинать учиться Лолишма, ты уже начал преподавать многим, ты видишь, что хорошо идёт и так далее. Вперёд уже надо учиться не только ради учёбы Тора, но ради того, чтобы зарплата была, ради того, чтобы тебя назвали большим человеком, ради того, чтобы кого-то и так далее. После этого она идёт и говорит ему, что смотри, ты такой умный, ты так хорошо учишься, надо следующий шаг, ты уже достаточно грамотный, Тора ты уже знаешь, иди начни зарабатывать деньги, поскольку с твоим и знаниями Торы, с твоим уважением, которым ты пользуешься, тебе помогут разное количество людей, и ты будешь зарабатывать деньги, и будешь сидеть как бы пользоваться и этим миром, и миром грядущим, и вообще будет так всё хорошо и прекрасно. После этого она ему говорит, что не надо вообще ничего делать, уже всё хорошо, зачем тебе сейчас сидеть учиться, ты уже достиг всего, тебя все уже знают, что ты мудрец Тора, и уже ничего не надо. И человек уже не преподаёт, не учится, а вместо этого разговаривает дворем бетейлинг, разговаривает, пустые разговоры об ни о чём. И это дорога, которая приходит к Талмит-Хахаму и Эцерхара. И это получается, что здесь мы видим две вещи, которые приходят к нему снаружи, и две вещи, которые приходят к нему снутри. Сейчас мы их проанализируем. Поэтому продолжение пасука звучит. Аль-Ешетет-Эль-Даркейха, не склоняйся в сторону её пути. Это Драхим-Гдалим, здесь он идёт почти по тому же объяснению, как Мальвим. Не склоняйся к её дорогам, это большие широкие дороги, которые находятся наружу. Выйди наружу. Когда человеку говорит Ецерхара, Талмит-Хахаму говорит Ецерхара, хватит сидеть в доме, учиться один на один с собой, выходи наружу, начни преподавать, начни учить Лори Шма, начни зарабатывать деньги. Это то, что происходит снаружи. И это соответствует какой части Ецерхары. Мы много раз видели, что Гаон весь свой путь, всё своё объяснение и шизаны, которые он даёт постоянно, в книге Мишли, он делит на двух, на шимзанод, это хэмда и тава. В данном случае, выйди наружу и погонись за чем-то, погоня за богатством, погоня за ководом, это то, что называется, за почестями, это то, что называется хэмда. Вот эти вот две вещи. Выйди за ководом и за деньгами, выйди наружу, прекрати учить Тора Лишма, выйди наружу и начни что-то делать. Это называется хэмда и это начало, с которым приходит Яцаргарак Талмитхохам, которое называется хэмда. Шэдэрэ губи адгалия, хэмда виба адгалия, что это делается в открытую, и хэмда, желание, стремление к получению прибыли в том или ином виде, не обязательно денежного, это всегда идёт в открытом виде, как я уже объяснял, и он неоднократно это объяснял. И ученик вильнюсского гаона здесь обращает внимание на то, что гаон этого не объясняет, но он считает, что он это имеет в виду. Рафминакхим Мендель пишет, что сказано аль ешат. Дословно слово аль ешат, по-моему, он перевёлся, не уклоняться, я также перевёл. А шата – это наклон. Но есть ещё одно слово от слова шин тет, слово штут, который означает глупость. То есть не склонись. Происходит от слова, на русском языке это игре слова каламбура не может быть, но на иврите. Это однокоренные слова, это одно и то же слово. Наклоняться и делать глупость. Делать шойта. Шойта – это сумасшедший. Не сделай такой глупости, потому что от той глупости, которая сейчас говорит тебе Яцаргара, что она говорит? Оставь изучение Торы и займись не весь чем, или начни изучение Торы для того, чтобы преподавать, для того, чтобы кавод у тебя был и так далее. Если ты немножечко подумаешь, то ты увидишь, что от этого кавода, от этих почестей, от этого оставления Торы на самом деле у тебя, понятно, что нету прибыли в будущем мире, это понятно. Никакой ганаев в будущем мире не может быть. Но у тебя нету удовольствия от этого, даже в Алла-Мазе. Потому что всё, что есть химдах, это не удовольствие, это погоня за удовольствием. Поэтому идти на поводу у химды, это не просто неправильно, это ещё и штук. Потому что человек поймёт, если он будет думать, что это ситуация, когда ты попадаешь в собственные сети. Сколько бы ни было, тебе не хватает. Чего бы ни было, хочется ещё. И это постоянно погоня, постоянно невозможность сидеть на месте. Полное отсутствие ганаи, удовольствия от этого мира. И совсем непонятно для чего. Будущий мир, понятно, что теряется. А в этом мире тоже теряется. Потому что человек, который хомет, есть такая заповедь лотахмуд, одна из десяти заповедей, не вожжилай переводится. Человек, который постоянно страдает тем, что ему всё время не хватает, он чего-то хочет, дома ближнего, жены ближнего, я не знаю, их вы из чего там, но он постоянно находится в состоянии, когда ему что-то надо, он зачем-то гонится, он находится в состоянии, когда у него покоя нет, удовольствия нет, есть только страдания от этого. Поэтому человек, который следует этому совету Ецар-горы, хотя он даётся в очень приятной и хорошей форме, такой, что всегда кажется, что делаешь ницву, но тем не менее, человек, который анализирует это, он понимает, что когда он идёт по этой дороге, это просто штут, поэтому здесь употреблена глупость, поэтому здесь употреблено слово шойта, сумасшествие. Дерихага, просто заодно, слово шойта, оно считается как слово сойта, сота это, вы киваете, потому что я уже это рассказывал, да, здесь на уроке, не рассказывал я здесь, тогда сейчас расскажу, сойта это женщина, которая подозревается в измене мужа, и её надо поить определённым образом, с определёнными там процедурами, в это мы сейчас входить не будем. Слово сота, оно пишется в торе, так же как шойта, шин, вав, тет, гей, в геморре она всё время пишется словом не с буквом син, а с буквом самих, это две буквы с, которые есть в иврите, и она пишется сота, син, вав, самих, вав, тет, гей, слово сота с самихом, как написано в геморре, происходит от слова стия, лисатот, склоняться, склониться, уйти с правильного пути, это женщина, которая уходит, она связана со своим мужем, она уходит в другое место, она уходит от того места, где она должна находиться, это стия, уход в сторону. Слово сота, написанное с сином, так как оно написано не в геморре, а в торе, в рамбоме, то есть настоящее написание, оба написания правильные, но в хумаше оно написано со словом син. Это происходит, это слово шойта, сумасшедшее. И гемора говорит, что эй, ниша, не бывает так, чтобы женщина изменяла мужу, а только Элли Мкенник насла Роах Штут, если в неё вошёл Роах Штут, дух глупости. И Рейшлакеш добавляет и говорит, что вообще нет ни одной авейры, которую делает человек, а только если в него входит Роах Штут, глупость, и человек, которого нету достаточно ума, он не может не делать авейру, потому что он не понимает, что он теряет и что он приобретает. Мишна в трактате Перке, а вот первая мишна второго перика, да, первая мишна второго перика Перке, а вот говорит о том, что когда у тебя приходит к тебе в руку митсва или авейра, ты должен всегда взвесить, что ты теряешь, когда ты делаешь митсву, и что ты приобретаешь, когда её делаешь, и что ты теряешь, когда делаешь авейру, и что ты приобретаешь, когда её делаешь. Человек, который правильно взвесит на нормальных аналитических весах эти вещи, то он поймёт, что это несопоставимый выигрыш и проигрыш, совершенно несопоставимый и никогда не придёт к тому, чтобы сделать Авэйру и не сделать Митсу. Человек, который делает иначе, это и есть Рохштуд, дух глупости, который в нём. Поэтому, говорит Раф Минахи Мендер, когда Ишазана приходит к себе с Тааной Хэмды, в качестве Хэмды и говорит, что ж ты сидишь целый день учишь, ты столько теряешь в этом мире, ты можешь сейчас той же Торы сделать то-то, то-то и то-то, и человек выходит из изучения Торы и отрывается от изучения Торы, результат выходит на рынок и начинает торговать помидорами. Я утрирую, но это не имеет никакого значения, что он будет делать, помидорами или алмазами. Но в обоих этих ситуациях, когда Тора оставляется ради этого мира, то человек, который не Шойта, может понять, что Ля Ешет склонится. Это в данном случае будет Медад Штут. Глупости. Окей. Я только... Хотя нет, не надо. Дальше. Продолжает Гагроя объясняет. Вот найти где. Вот. Аль Ешетель Драхейха. Не склоняйся в сторону к её дороге. Что это большие, широкие дороги, что они находятся все наружи. То есть, выйти за, из своего дома, из дома Торы, из Бейтмидраша, выйди наружу. Это широкие дороги выхода наружи. Это соответствует мере Хэмда, что она всё время открыта, а мы это уже читали. Аль Тите Банатюватейха, и не склонись к её мелким путям. Это относится... То есть, мелкие пути, это дал перевод Мальбима, а Гагро переводит иначе. Гаон переводит так. Мелкий... Натюватейха, это пути Таевы. Не Хэмды, который заставляет выйти наружу, и гнаться зачем-то, а Таава. Таава, она всегда закрыта, и она всегда находится в доме. Поэтому сказано Натюватейха, то есть, даже те мелкие пути, которые практически не надо никуда склоняться, ты тоже не имеешь права не устраняться. Это соответствует Таевы. То есть, эти два совета, которые мы даются, соответствуют Таевы и Хэмде, которые Таева находятся внутри, и Хэмда находятся наружу. Как мы уже несколько раз объясняли, в том числе в этом перике, в шестой главе. Но давайте я вернусь своими словами, два слова скажу. Хэмда – это то, что не позволяет человеку сидеть дома. Хэмда – это то, что требует от него погоню за счастьем. Это счастье может выражаться в том, что его все будут называть Талмитхохом, может выражаться в том, что все будут говорить, что он, я не знаю, лауреат Нобелевской премии. Я боюсь, правда, что никому из нас это не светит, поэтому именно этой Ецаргары у нас нет, всё в порядке. Но это может сводиться к тому, что люди будут... Я хочу, чтобы люди обо мне думали, я не знаю, что... Просто необходимы деньги, чтобы купить бутерброд с красной икрой и так далее. Я не знаю, я придумываю самые глупые примеры. Тайва – это совершенно другое. Тайва – это желание жить у себя в доме, так, чтобы никто не видел никаких стремлений, всё есть дома. Но я внутри дома живу так, чтобы у меня основная цель была, или даже не основная, но очень важная цель в моей жизни – это получение удовольствия. Тайва не требует от меня гнаться за зарплатой, гнаться за тем, чтобы меня называли Талмитхоховым. Тайва может позволять сидеть в доме. Дом, в принципе, сидение в доме – это бейт-мидрш, это учёба Торы, это нормальное состояние еврея – Тора и Митсус. Но Тайва требует, чтобы я получал удовольствие, сидя дома. Не получал удовольствия, не учил Тору, а было бы гнаа от самой жизни внутри этого дома. И это другой вид. Это «нативотейга», как его переводит Гагро, не так, как Мальвин перевёл, что это мелкие пути, которые идут, мелкие тропинки, которые идут мимо дома, где находится Яцергора. Это другой вид Яцергора, который работает не дорогой, которая выходит наружу, а дорогой, которая оставляет внутри. Человек может оставаться, сидя дома, и сидя дома, постоянно думать исключительно о том, какие удовольствия он будет получать. Я сейчас вспомнил, я только пытаюсь вспомнить, «Золотой телёнок» или «12 стульев», по-моему, это «Золотой телёнок» было. Когда там был гениальный разговор, мусик готов, гусик. И так много-много раз. Предел мечтаний – это гусь там. Паниковский, бросите птицу. И так далее. Когда человек начинает жить только, не обязательно гусём, это может быть значительно более мелкие или более крупные вещи, гусь – достаточно серьёзные вещи, я понимаю, но тем не менее, могут быть более мелкие вещи, но когда икор жизни человека становится в получении удовольствия. А в прошлый раз мы читали, что… Или мы это будем считать сегодня, я не помню. Это сегодня будем считать, если дойдём, потому что я счёты затянул. Окей, тогда продолжим дальше. 26-е предложение говорит. «Ки рабим халалим епила ваоцумим коль харугейха». Ки много трупов она уронила, и очень сильные были те, кто ей были убиты. Говорит Гагро. Это возвращается к меде, качеству, которое называется тайва. Что она – противоположность торы. Что это значит? Что человек сидит в доме и учится. Это человек, который сидит и занимается торой. Другой человек тоже сидит в доме, но не учится, а только удовлетворяет свою тайву. Например, кушает. Комментатор, который у меня есть такой очень мелкий комментарий, не знаю, кому он мне принадлежит, он не всегда ссылается. Он говорит, что речь идёт о двух видах тайвы. Первый вид тайвы – человек, который вообще не учится в доме, сидит и ничего не делает. Не учится, в смысле. И другой человек, который учится для того, чтобы лималот тайву, для того, чтобы восполнить свою тайну. Его учёба – это и есть тайва. Ну, дойдём до этого, если получится. И поэтому сказано, что многих она уронила, многих она эта тайва превратила в трупы. Рабим, слово рабим, многие, это перевод рав, раби, рабан. То есть, многие люди, их тайва состояла в том, чтобы их называли рабом, раби, рабан, учитель, короче говоря. И о них сказано халалим, трупы, потому что тайва, она находится внутри, поэтому сказано слово халалим, поскольку халаль, дословный перевод слова халаль, это от слова, это космос на современном иврите. Космос – это место, которое пустое, которое внутри, и оно находится пустое. Халаль – он всегда внутри, внутри Вселенной, внутри дома, внутри человека, то, что находится внутри человеческого тела, это называется халаль. И вот труп, он переводится как словом умерший, но тем не менее, поскольку сейчас речь идёт о тайве, то говорит Гаон, то потребляется время халаль, чтобы подчеркнуть, что сейчас речь идёт о том, что Ецархара в виде тайвы, в виде медат тайвы, она превратила многих людей в мертвецов. Как сказали наши мудрецы, расшоем бы хаеем кроем этим. Нечестивцы при жизни называются умершими. Это сказано в Геморе Брохас. Откуда это учит Гемора? Написано «ваата халаль раша». И вот ты труп-нечестивец. Нечестивец назван трупом, несмотря на то, что он жив. Поскольку человек, который отдаляется, отделяется от Творца, перестаёт делать митсвы, делает авэйры и удаляется от Всевышнего, сам процесс удаления это и называется мета. Мета – это когда у человека разрывается связь с Творцом. Поэтому раша, нечестивец, называется трупом. И это касается души человека. Секунду. В общем, здесь ничего особенного не добавлено. Окей. «Ваатсумим кольгар гейгам». И сильные, многие из убитых ей. Это относится к хемде, к стремлению к получению удовольствия. И это, если таава – это антитора, потому что тора, она внутри, и таава, она тоже внутри, только антитора. То хемда, она негет митсвот. Она соответствует обратной части митсвот. Митсвот, они всегда снаружи. И хемда – это ровно обратная. Она тоже снаружи, но обратная митсвот. То есть, хемда говорит, не надо опираться про митсвот, не надо всё время думать о митсвот, не надо опираться, не надо всё время заниматься митсвот. И об этом сказано «ацумим», поскольку речь идёт о человеке, который силен в своих органах, который является отцомот кости. Он сильный в своих костях. То есть, хемда, она убивает людей, которые занимаются всю жизнь митсвот. Она в состоянии убить человека, занимающего митсвот. Потому что суть хемды – это война именно с митсвот. Потому что, так же, как митсва, нужно за ней бежать, её надо преследовать. Как сказано «умитсвотейха тердов навши», за митсвами пусть бежит душа моя. Этот Давид Гамелох молится и говорит «умитсвотейха тердов навши». Душа моя будет бежать за митсвот. Так же баль хемда, человек, у которого есть хемда, он всё время бежит вслед своей хемдой. Как мы уже говорили, что хемда не даёт человека стоять на месте. Таова даёт. Наоборот, он сидит на месте и получает удовольствие. В том числе от того, что ему не надо двигаться. Это верх вообще мечтаний. И сказано Гару Гейха, что она их убила, этих сильных людей. Потому что хемда, она бигилла, она раскрыта. И так же органы и митсвот, она всегда открыта. Поэтому это убийство происходит в открытом виде. Давайте немножечко попытаемся понять одну вещь. Тем не менее, несколько минут уделим этому. Есть мишна в трактате Перкиавод, тоже первая мишна второго перика, которая говорит, что пусть не будет митсва пренебрежительного в твоих глазах, потому что ты не знаешь награду за митсву. Поэтому пусть митсва не будет лёгкого в твоих глазах. Мишна, которая совершенно на самом деле абсолютно непонятна. Стараюсь успеть это рассказать, но митсва абсолютно непонятна. Почему она непонятна? Потому что о чём идёт речь? Человеку пришла какая-то митсва. Речь идёт о Раше, который собирается, нечестивцы, которые не собираются делать митсвот. Нечего с ним разговаривать, не о нём идёт речь. Речь идёт о евреи, которые делают митсвот. Понятно, что если есть митсва, надо её делать. Речь идёт о том, что нету приоритета между митсвой одной и другой. Это просто неверно. Есть митсвот, который нужно делать. Если когда есть две митсвы рядом, то ты должен знать, какую делать, какую не делать и так далее. О чём идёт речь, что митцва не должна быть лёгкой в твоих глазах? Митцва – это вещь, которая на самом деле, её в этом мире как бы нету. Она вся находится в Алам-Аба. Суть митцвы не здесь, не в этом мире, а в Алам-Аба. В этом мире митцва, она всегда связана со временем. Мы говорим, что женщины свободны от митцвот, связанных со временем, но есть митцвот-делы, которые не связаны со временем. Какие есть митцвот-делы, не связанные со временем? На диване твилин, цицита, шафара, лулава – это всё связано со временем. Есть митцвы, которые не связаны со временем, например, возле убилижнего, как самого себя. Это никак не связано со временем, потому что его надо любить, как самого себя, и днём, и ночью, и даже в 4 часа утра, если проснулся. Но это не связано со временем. Но при этом выполнение любой митцвы будет внутри какого-то времени. После того, как она выполнена, её уже нет. Грубо, человек надел твилин, снял твилин, сейчас митцвы твилин у него нет. Она была 10 минут назад, но сейчас её нет. Человек протрубил в шафар, прослушал шафар. Сейчас рожешона кончилась, митцвы трубления в шафар нет. То есть в настоящем времени митцва не бывает. Она всегда завершена. Выполнена митцва. Present perfect она может быть. Но никак не настоящая, не континиус. Она не длится. Что не так? Валам-аба. Валам-аба митцва, наоборот, это и есть постоянная величина. Она всегда бэр-абэ, в настоящем времени. Она всегда будет там. Весь алам-аба – это всегда полностью настоящее время. Это завтра, которое будет всегда настоящее время. И вот валам-аба, митцва, которую сделал человек в этом мире, она будет постоянно. Поэтому говорит Перкеевод, что пусть не будет митцва легка в твоих глазах. Потому что награда за митцву, она не находится в этом мире. Митцва – это то, что соединяет себя с алам-аба. Здесь это инструмент достижения алам-аба. Дальше она будет постоянно там находиться. Поэтому к митцву относятся понятия, которое в Масилат-Хишарим очень подробно разбирается. Понятие, которое называется «заризут». Человек должен быть «зариз бы митцва». Заризут рождается, в принципе, в Торе. Заповедь «заризут» в Торе написано, что человек должен быть «зариз бы митцва». Она написана, когда сказано, что вы должны бахипазон лацетми митцраем. В спешке выйти из Египта. Фактически выход из Египта – это одна из первых митцвот, которые даёт нам Тора. И Тора даёт эту митцву, что ты должен спешить выполнить эту митцву, делать её в спешке. На самом деле нет ни одной митцвы, которой не относится понимание того, что её надо сделать в спешке. Спешка – это не просто майло, это не просто дополнительный какой-то уровень соблюдения митцвот. Спешка – это часть действия митцвот-асэ. Спешка всегда может быть, если человек немножко будет думать на эту тему, то спешка – это вещь, которая может происходить только бы симха, только в радости. Когда человек стремится к чему-то, тогда он спешит это сделать. Бывайте, человек спешит отделаться от чего-то, но это не дело не митцву, это обратное явление. Радость – это симха. Существует понятие симха и понятие ацевут. Симха – это радость, ацевут – это горечь, грусть. Симха – это всегда вещь, которая связывает кого-то с чем-то другим. Вот этот момент времени с каким-то другим моментом времени. Симха – это аава, это связка с чем-то, это присоединение к чему-то. Ацевут – он всегда отделён, он всегда отдельный. Настолько, что в гемории и рувен есть такое понятие, когда измеряется длина чего-то и сравнивается какие-то два вида длины. И длина измеряется в тефахим. Тефах – это кулак. Есть два вида тефаха. Тефах – тефах ацув, дословно грустный тефах, грустный кулак. И тефах самэх – и весёлый кулак. Весёлый кулак – это когда пальцы чуть-чуть расставлены. Вот так вот. Он чуть-чуть больше, чем тефах ацув. Тефах ацув – это сжатый, самэх – это разжатый. Но гемора выбрала для указания, для объяснения этих вещей, она выбрала понятие симха, радость. Человек, который радуется, он расширяется. И человек, который грустит, он сжимается. Сейчас не имею в виду понятие депрессии и маниакальной стадии. Я немножко на другую тему. Но, тем не менее, симха – это всегда соединение с чем-то. А когда это соединение, то это необходимое расширение для того, чтобы соединиться с чем-то. Поэтому самэх – это тот, который расширенный. Ацув – это тот, который сжатый. Это грусть, это сжимание. Я не могу найти другого слова, кроме сжимания. Так вот, когда мы говорим о митцве, то зарезут митцвы скорость, спешка в исполнении митцвот. Это связано с тем, что мы хотим соединиться, мы хотим выйти за зажатость, я не знаю, как сказать. За пределы того аламазе маленького, в котором мы находимся. И когда мы хотим бессимха, ла ман, ло и абду гашем бессимха. Сказано, что вы будете нести наказание за то, что вы не служили Всевышнему в симхе, в радости. Это не связано с братскими песнями митцвы к доле и абду гасимха, я на другую тему, опять же. Но когда мы служим Всевышнему, это нужно делать зарезут, в экипозон, со спешкой, в радости, в веселье. Веселье митцвы. Поскольку митцва соединяет меня с бесконечностью. С тем, что дальше она будет со мной постоянно. АВ – это будет постоянное время. Поэтому есть понятие зарезута. И зарезут – это часть митцвот. Это не просто майло, лучше митцву делать бы зарезут, чем не делать вообще. Это очевидно. Но речь идет о том, что часть понимания митцвы, каваны митцвы – это симха, зарезут, спешка, чтобы она не исчезла, чтобы ты мог присоединиться, соединиться с чем-то. Это понятие симхи. Здесь нам говорится, что митцва, которая есть, она соответствует хемде. Хемда – это анти-митцва. Митцва – это стремление соединиться с Аламаба, выйти за пределы этого мира. Хемда – это стремление к достижению чего-то в этом мире. Поэтому это понятие анти-митцва. И вот здесь Шлома Амеллах говорит, что у нас есть две ишизаны, как объясняет Агро. Ишазана Кенегеттора. Это ишазана, которая тайва. Ты можешь сидеть дома, никуда не двигаться, но только вместо того, чтобы твой дом, внутренность, стала бейт-митрашем, ты сделаешь твой дом бейт-тава, бейт-знут. Домом знута. Что такое знут? Не имеется в виду, что… По-гагро не имеется в виду прелюбодеяние. Понятно, что тоже, но он говорит это немножко более расширенно. Что ты превратишь свой дом в дом тайвы, когда икор дома будет, получение удовольствия от этого мира. Или ты выйдешь из дому, это вторая вещь, первая соответствует Кенеге Тора, против Тора, вторая против митцвот. Вместо того, чтобы вся твоя зарезут, всё твоё желание, стремление, бег, симха, была для того, чтобы соединиться с Аламабе, заработать с Аламаба, сделать так, чтобы соединиться с Творцом через митцвот, и это симха расширение, которое происходит, ты будешь расширяться и стремиться внутри этого мира, то есть стремиться вот именно к этому ацебуту, к этому зажатию. И это так объясняет Шламамеллах, Гагро объясняет Шламамеллах в 26-м предложении. К сожалению, я опять не успел закончить главу. 27-е предложение. Нам придётся оставить Гагро на следующий раз, хотя бы в двух словах. И до новых встреч, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok